Пешеходный путепровод в Маховой Паде построили в 1983 году. Он соединил две части поселка и стал одной из основных дорог. Например, добраться в школу можно только по Виадуку. Почти за 40 лет конструкция износилась и требует капитального ремонта. Об этом в прошлом году жители попросили мэра Олега Имамеева. Градоначальник на просьбу откликнулся. Рабочие зайдут сюда на следующей неделе. Здесь не только заменят покрытие, но и отремонтируют ступени и части скелета перехода. Кроме того, путь к Виадуку вымастят тротуарной плиткой и обустроят пешеходные переходы с вызывными светофорами. Комплексный ремонт завершится в августе. Въезд в школу будет асфальтироваться. На данный момент по бортовому камню, по тротуарному установлено 95%. Там осталось около 30 метров поставить. К финишу близятся рабочие, которые благоустраивали территорию у корпуса школы по адресу литер 19 дробь 1. Здесь обновят тротуары. Это больше 600 квадратных метров и заасфальтируют заездной карман. Перед тем, как начать работу, у нас заходили специалисты-геодезисты, все отстрелили, чтобы, конечно, вода уходила. Где нужно было, мы отсыпали. Где необходимо было, наоборот, углубились. Так что с водой проблем не будет. Кипит работа и возле ручья Буяновский. За благоустройство этой территории в прошлом году проголосовало большинство горожан. Здесь появится настоящая зона отдыха с пешеходными дорожками, лавочками, зоной для пляжного волейбола и автостоянкой. Последнее очень беспокоит местного жителя Владимира Ларченко. Заезд нужно было делать со стороны театральной, через гаражный массив. И вот там, где стоит у нас банно-прасочный комбинат, площадку распланировать под стоянку. И от нее рядом пошли спортивные площадки и все остальное. И выход на пляжный. Короткий путь, не залазя на территорию городка. Воплотить эту идею в этом году уже не получится. Проект благоустройства согласован и с местными жителями в том числе. Но новое предложение все же рассмотрят. Такое поручение дал Олег Имамеев. Еще несколько распоряжений мэра касались работ возле мостового перехода на улице Горной. Во-первых, здесь нужно разобрать временный мостик, который возвели, пока ремонтировали основной переход. Теперь в нем нет надобности, к тому же он начал разрушаться. Во-вторых, к основному мосту нужно сделать удобные подходы. Вот оно, место узкое, видите? Ну, коляска явно здесь бы прошла. А вот если мы еще добавим сюда, она вполне проходит. И потом здесь, смотрите, Виталь, посчитайте, здесь пандус нормальный съезд и ступеньки. От жителей города поступают дополнительные советы в части реализации этих мероприятий по дополнительным объектам, по дополнительным благоустройным территориям. Будем тоже к ним прислушиваться и отрабатывать. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа Город.